Сразу же скажу, что и от моего имени, от имени моих друзей, членов Совета Национально-демократического полюса и от имени всех наших сторонников, как бы господин Соловьев и другие не пытались бы нас представить в антирусском, антироссийском, русофобском цвете, мы таковыми не являемся. Национально-демократический полюс и я лично никогда, никогда не выступали против русского народа, против России как таковой. Более того, мы уважаем русский народ, мы уважаем русскую культуру, у меня у самого русское образование, и много русских друзей, прекрасных людей, интеллигенция, врачи и так далее. Мы говорили и говорим, и будем это повторять, что мы выступаем против политики Кремля, против нынешней кремлевской власти и ее политики имперской и экспансионистской политики. Вот, собственно, что я хотел сказать. Господин Гаспарян, так называемый язык не поворачивается, сказать, журналист, обращается к официальным властям Армении, конкретно к Пашиняну, с вопросом, как в России им это понимать? Почему он все-таки обращается к Пашиняну? У него есть какие-то ожидания от Пашиняна? Или он что-то хочет сказать, натравливает на национальные демократические полюсы, и в частности на вас, правоохранительные органы Армении? Я понимаю, господин Соловьева, нынешней российской власти и российским средствам массовой информации. И действительно трудно понять, как может человек говорить вот такую правду в лицо, как говорится, потому что она всегда была за семью печатями, семью замками. И в России любой, кто осмелится говорить хоть какую-то правду, подвергнется гонению. И обращаются они к Пашиняну, как к нынешним властям, которые подконтрольны Кремлю, и посылают им посыл с требованием или с намеком наказать так называемого виновного, который осмелился говорить эту правду. Я думаю, что господину Соловьеву и всем его приспешникам следует наконец понять, что времена вот такой жесткой цензуры империи Советского Союза давно в прошлом, и Армения, как бы мы ее не считали пока еще подконтрольной Кремлю страной, она тем не менее является хоть немного суверенным независимым государством. В Армении, я надеюсь, уважается свобода слова и свобода выражения своих мыслей на митингах в том числе и в частности. А все, что я сказал, это чистая правда. Я перечислял лишь немного исторических фактов из того множества фактов, которые имеются в истории русско-армянских отношений. Я перечислил лишь некоторые из них. Я цитировал на министра иностранных дел, хотел сказать Лаврова. Нет, не Лаврова, Лобанова Ростовского, министра иностранных дел царской России, середина-конец XIX века, нам нужна Армения без армян, вы можете найти эти слова в интернете. И я цитировал Михаила Юрьевича Лермонтова, гениального русского поэта, одного из моих любимых поэтов, наряду с Пушкиным, который сказал, Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Прекрасные слова, прекрасная рифма. Так что сам Михаил Юрьевич Лермонтов говорил о власти Российской империи и описывал свой побег от этой власти. Критиковал, правильно? Естественно, критиковал, я думаю, не хвалил. Сами великие представители русской культуры критиковали имперскую власть и имперскую политику. Да, и сам народ, если вы посмотрите на русский народ и на его нынешнее положение, я думаю, вряд ли кто-либо поспорит со мной, что сейчас русский народ доволен своим социальным, экономическим положением, доволен этой властью. Я думаю, ничего нового я здесь не сказал. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok